Кажемиш, только проснулся, да? Да, и мы ели. Кажем, бегает, бегает, не дает нам спать, это Ева, да? Когда мы проснемся, когда мы проснемся, да? Эй, у Любаска. Зайти, и я Есима сделала так вот, и вот повторял за мной. Да, а то он что-то повторял. Только не трогай личико ему, хорошо, у него там глазки болят. Вот, вроде проходят гомонички, но все равно за ночью вот он скапливается. Всем приветики, добро пожаловать в новый влог. Начинаем новый влог, грязная голова, хочу, чтобы Карина меня сегодня покрасила. Она пришла домой, я ей попросила, попросила прийти домой. У нее там любовь, морковь. Ну, я сейчас хочу, что я хочу? Я сейчас сделала себе патчи под глаза. Масочку, да, привести себя в порядок, позавтракать. На завтрак буду делать просто яичницу по-быстрому, потому что я сегодня немножечко с утра решила позаниматься собой. Не сразу встала в кровать, я сделала небольшую зарядку, сделала вакуум. Уже третий раз я делаю вакуум для этого, вакуум живота. Не знаю, как для пресса, для поднятия мышц. Ну, кто знает, тот знает. Вот, у нас такое солнце на улице, так классно. Вторник, 3 градуса тепла, как будто бы прохладненько даже. Вот, я сейчас хочу на завтрак сделать себе быстренько яичницу, наверное. Видите, губа такая опять, как будто бы накачанная. Ну, это у меня свои такие. Так интересно, да? Ну, вроде не это. А, сейчас покажу еще кое-что. Посмотрите. Да, добраута. Вот Еву в этой пижаме, кстати. Это ей Карина принесла. Единорожка. О, ушки, ушки, нажми. Ну, чтоб ушки шевелились. Нажми, чтоб ушки. Вот, тынь, тынь. Это мальчик, который у нее еще с новой. Еве подарил единорожку шапку. Ой, Карине собачку. Еве шапку. Ну, Еву, он приходил к нам чай с тортом пить. И это, я ему проржалась, и уши, пройди на рожку. Вот, он ей подарил. Ева довольна, теперь в этой шапке ходит. Вот, я сейчас делаю завтрак. И хочу пойти в торговый центр. Карину возьму с собой. Карину там оставлю погулять. На улице с коляской, с Евой. А сама пойду в ВДМ. Там сегодня 20% скидки на все. Магазин вроде как, типа, там, на модернизацию какую-то. Что они там куда-то уходят. И до марта он не будет работать. И они там все продают со скидками. С 27 декабря по 6 января. По-моему, так. Письмо мне на электронную почту пришло. Он говорит, Ирина, приходите, покупайте. Я хочу там посмотреть что-нибудь. А Мишку вот так вот поставила за дверь. Потому что там солнышко. А ему, когда солнышко в лицо, он начинает там. Ну, не очень ему нравится, в общем. Завтрак мой готов. Вот такая вот яишенка. Обожаю вот эти вот сырые. Во время беременности нельзя было. А сейчас вот я вот поем. С помидорками черри. Кофеечек у меня тут. Мишка там спит. Эти две печеньки я доем. Это Евина. Она их не любит. Они, типа, не сладкие. И сделала себе такой бутер, авокадо. Вместо солью у меня прикорка. И, конечно же, десерт. Там хлебец кукурузный. Сверху маскарпоне и бананчик. Все, собралась. Отправила их в парк. С ума сейчас пойду уже в ДМ. Надо мне быстро-быстро, пока Миша спит. У меня приболел чуть-чуть от всех. У него там эти сопельки. Глазик гноится. Ну, Ева берет. Я не знаю, зачем он это делает. Надоет ему свой носик сосать. А у Смой там полного носа сопли. Он сосет мой носик. Я говорю, Ева, нельзя так делать. Больше. Говорю, идите, гуляйте. Все сопливые. Карина сопливая. Миша сопливый. Ева сопливая. Говорю, дышите свежим воздухом. На улице вообще классно. Плюс три. Солнышко такое. Преще благодать. Сама погуляла. Но нужно в магазин пока. Соль еще я купила. Дэми. Ева тут же лазает. Не лазает, Ева. Маму бросить не надо. Ну, вон там Карина. Идет. Помощница моя пришла. Что тут? Детюбая. Спит сладенькая, да? Ева берет и все, хватит, Ева. Прикрати. Рыться-то нельзя. Все при делах. Ева пазлы собирает. Мои покупки стоят. Сейчас попозже. Сейчас надо Еву накормить. Потом будем сама хочу покушать. Потом будем обзор большой снимать. Миша тут у меня. Я его покормила в первую очередь. Включаем. Когда он покушает, сытый. Я его кладу. Он долго может играть здесь. Он играет. Вот поставила еще Евену книжку. Даже надо этот. Ну, один раз поймала эту штучку. И это он держит сейчас. И дела делает. Я не знаю, там пукает. Играет. Огукает. Вообще вот так. Сейчас включу опять. А потом будем уже снимать обзор. У меня такой вид. Я так устала вообще. Эта сумка тяжелая для меня. Просто трындец. Я не могу тебя... Ну, я потом-то Карина несла. Сначала-то я по торгому до магазина заходила. В Мюллер заходила. И в ДМ была. Вот. И кушать хочу. Голова грязная. Карина обещала меня покрасить. Кисточку купила для этого. Для окраски. А то я эту кисточку под эту. Опять уронила подстиральную машинку. Уже второй раз бы. Ее уже развлекает Мишу одной покупочкой. Он так только что улыбался. Сейчас так смотрит серьезно. А только недавно прям улыбался, улыбался. Нише, ты не улыбаешься. Такой серьезный парень. Ева в новом платье. Покажите, красотка. Вот 122. Посмотрите. Прям идеально ей. 122. Хотя рост у нас 116. Ой, раздавила свою коробочку. Ну, ничего страшного. Да, Миша? А у Макарина Еву смотрит. Господи, я всех детей путаю по именам. Даже Мишу называю Евой. Набит у меня мужнина паста. Ну, паста, которую он мне готовил с морепродуктами. И половинка свеклы. У Ева там супчик с хлебушком. Ее, давай иди кушай уже. Я сейчас буду сидеть кушать. Надеюсь, мне Мишка даст. Я его поставила напротив елочки. Он там смотрит на игрушки. В общем, на елочку. А я пока посижу, отдохну. Чего-то прям спина у меня устала. Отдохну, покушаю. И отдохну, да. Я все время к нему там. Она такая молодец, любит его очень. Да, пусть смотрит, учится. Да. Я кушаю. Я кушаю. Так, надеюсь, я успею записать очень быстро это видео. Но у меня очень много покупок. Начну с магазина Мюллер. В магазине Мюллер я купила вот такой вот коврик, раздевающий для ребенка. Стоил он 29 евро на скидке. Я увидела уже его в прошлый раз. Так-то он стоил 36. Смотрю, 29. А другие коврики вообще стоят там по 64, по 65. А 29 очень хорошо. Вот. И растелю. Когда растелю, покажу. Потому что Миша уже интересуется всякими игрушками. Мобиль в этом ему нравится. Вот. Еще я в магазине Мюллер купила ему вот такую игрушку. Ну, это, конечно, еще рановато. Но так погреметь. А так все равно скоро начнет уже ручки хватать. Да, все. Вот это все равно игрушки нужны. Я думала. Это ему подарки на Новый год. Погремушку. Погремушки какие-то решились. Вот эта простейская погремушка стоила 7 евро. Ну, что это? Ну, что это, да? Там все погремухи дорогущие. И все, по-моему. Там Мюллер я лично ничего не покупала. А теперь начнем с Дэми. То есть, Дэми будут так доставать все. Все с пакета буду доставать. Потому что раскладывать это все не вижу смысла. Дэми была 20% скидка. Очередь была на весь магазин. Но когда я подошла, пока я ходила, эта очередь рассосалась. Там процесс хорошо наладили. Пока ты, типа, ждешь. Там другая девушка одна сканирует, другая в пакет складывает. Помогает. Все быстренько. Молодцы они. Потому что очень много людей. Селанейшие подгузники. Троечку мы сейчас носим. Троечка от 6 до 10. Мы как раз уже 6 килограмм весили. Думаю, уже больше. 6 килограммов полтора месяца весили. А сейчас нам уже почти, почти 2. 29 числа будет 2 месяца. Вот такую книжку, игрушку я взяла ему. Такая она, это, шевестелка, зеркальце. Тут нажимаешь. Ну, эти животные. Такая тоже не дешевая. Игрушки, конечно. Здесь нам уже показывать. Лиша, смотри туда на Еву. На маму смотрит, тут лежит. Сейчас. Он лежит там. Ева его развлекает. Так. Что тут у меня сразу? Чек. Ну-ка, какая у меня скидка была? А, в общем, у меня чек был на 110 евро. Заплатила я 88. 88, 19. 28 евро скидка была. Нормально. Так, взяла такую щеточку. Ой, кисточку. Для этого окраски. Потому что в свою кисточку, как я сказала, она у меня упала. Подают. Под стиральную машинку. Это ампулы для лица. Это болея, демовские. Спрашивали, что там деми, можно покупать или не покупать. В общем, это листинг для омоложения. Ампулы. Потом, когда буду использовать, покажу подробнее. Так. Это для Евы. Для ванны. Пена для ванны. Масочки взяла, как обычно. Масочки мне нравятся. Там всякие разные были. Папки. Сейчас уже есть. Сегодня меня себе и еще. Карине. Еще какую Еве. Единая рожка. Все с единой рожкой. Вот такую умывалку из-за гарнир. Это черная с углем. Она три в одном умывает, очищает. И как маска ее. Она просто офигенная. Вся семья у нас умывается, любит такую маску. Муж тоже очень любит ее. Так, это для Карины. Помадка. Закрой, пожалуйста, дверь. Взяла две пачки витамины для волос. Для себя и для Карины. Я пока еще не пью. Но когда три месяца, после трех месяцев говорят, что начнут выпадать, и я начну пить. Пока не пью. Так, это понятно, что, да? Евы, пожалуйста. Нет, мама сама посмотрит. Все не надо. Это шампунь у тебя. Еще одна масочка. Шампунь для Евы. Очень мне нравится этот шампунь. От него волосы хорошо расчесываются. Прям вообще классно. Не запутываются. Мне очень нравится. Для Евы. Это Карина антипреспирант. Она такие любит. Ну, типа, играю с Мишей. Это крем для рук. Той же для Карины. Любые щетки для Миши. На потом. У меня у Евы такая была. Она ходила, грязла. Какая-то была маленькая. Умывалка. Эта умывалка очень хорошая. Она умывает также макияж. И просто этот... Ну как? Можно просто умываться. Можно смывать макияж. Типа без... Не пахнет. И без парабенов. В общем, какая-то хорошая-хорошая. На 1 евро дороже, чем обычная. Стоит 2 евро. Это 3. Но она намного лучше. Взяла зубную пасту для домашних. Еще одна. Витамины для волос. Такие же я пью витамины для тех временных. И витамины для кормящих. Черные тоже прокладу себе. Это я Карини взяла. Массажка такая. Она дорогая. 15 евро стоит. Ну, это и гей. Волосы. У нее волосы очень испорченные. Прям очень-очень. Взяла бюстик для этого. Для кормящей мамы. А он и так был на скидке. 4,50 что ли. Еще минус 20%. Вообще кофейки. Ну, Ева, покройся еще чуть-чуть. Вися, посмотри на Ева. Где Ева? Ева, покажи себя. Давай. Погрю мушечку. Ева попросила ее поиграться. Она нет. Взяла еще масочку для волос. Спонсин, трави. Какая-то. Мощина. Керосин. Типа лечит волосы. Посмотрим. Для себя и для Карины. Как красивая упаковочка. Семена. Конжут. Конжут. Еще один крем для рук. Уже заканчивается пакет. Огромная упаковка накладки на грудь. Просто рассказала, что мне не понравилось. Но сейчас у меня уже не так сильно подсекает. Потому что этот процесс налажился. Поэтому думаю, ладно, возьмем евро 75 большая упаковка. Минус 20% это вообще копейки. Взяла также эти... Они звезды в санган. Еще одна соль для ванны для Львы. С сединарушкой. Ну, салфетки. И еще взяла Карине этот сход шампунь. Она иногда пользуется для этих... Для брюнеток. Собственно, вот и все. Сейчас развожу коврик и посмотрим что-то. Ой, в общем, он у меня спать хочет. Поэтому он не хочет мне это. Вроде как бы ему интересно. Но он хочет на ручках уже спать. Поэтому положим мы ему его потом. Ну, а так еще классная вещь. Я понимаю, почему он дешевый. Потому что это покрытие, оно такое... Ну, не утепленное такое. Ну, просто такая там клееночка. Кстати, она такая, как не промокает. Как будто бы надо почитать. Ну, легко стирается. Ева там уже у меня это... Навешивает все. Там батарейки надо встать. Ну, нормально. Двадцать девять евро нормально. Да, Ев? Нравится тебе? Да, могу я положиться туда. Ну, у нас все игрушки для Евы, да? Ну, играй, что? Смешно. Вот так вот, да? Вот так, специально для Евы. То есть, что у меня упало. Все завалилось. А, да, вот так вот Миша будет играть. Подрастет чуть-чуть. Ну, будет, будет, но куда-нибудь денется. Поспать хочет. Сейчас пойду спать, укладывать. В общем, сейчас я буду мыть голову. То она у меня, что-то в корнях уже жирновато. Когда шапки носишь, голова пачкается быстрее. И я хочу протестировать вот эту маску. Посмотрим. Пантин про я вообще обожаю запах. Ну, что, Мишка поспал, поел. Уже два раза поспал. И мы его положили. Значит, мы положили на пол. Вообще, первый раз он смотрит вообще там куда-то. Не знаю. Интересно ему. По музыке. Тут, конечно, больше интерес на Еве. Но он тоже ему интересно. Смотрит на Еву. Тут еще вот такая вот штука. Ты с ним, как ты с ним. Это вот такая-то. Батарейки вставили. Он песни поет и еще моргает. Могу я с ним пойти? А, вон, смотрит книжку, увидел. Ну, он смотрит на вот это. Он нравится. Его, как ты поместишься с ним? Рядышком с ним? Его хочет с ним. Куда ты с ногами? С ногами не надо. Да? Эй, тебе нравится, да? Нравится? Ну, вот мама будет тебя уже приучать к полу. Мама будет рядом заниматься, а ты будешь лежать. Да? Хотя бы по 10 минут-то на маму смотрит. Ой, ножками, да, скажет, так интересно. А сюда его на пеленочку постелить. А теперь я... Штанишки, голожопить ты же можешь. У нас, кстати, тепло. Теплые половины. И Ева вместе с Мишей, да? Это же интересно, как, да? Я бы аккуратно не сломаю. Все игрушки у нас для Евы тоже. Которые для Миши. Ну, он пока ему еще интересно. Он разворачивает головку, верьте, туда-сюда. Для него новый ракурс. Он еще не был на полу у нас. Для него новый ракурс, ему интересно. Но это хорошо. Агу говорит. Ну вот, я тут ножки вытянула на стульчик и лежу. Ева там в трусиках, ну а что делать? И они там лежат, вот болтают. Очень хорошо. Было бы замечательно, если бы он там вот так вот, ну, подольше, подольше бы там лежал. Так, решила я поужинать. Ну, вот там вот мальчик один проснулся и хочет на ручки к маме. Тут наша единорожка кушает. Ева с этой шапки не вылезает. Нет, мамин, мамин, мы тебя обязательно расскажем, и все маму тенягу давать. У меня здесь тазик салата, айсберг, половинка авокадо, три штучки этих, ну, как они называются, помидорки черри, масло авокадо полила, чуть-чуть перца, рыбка и бутерброд. А тут единорожка кушает. Да, сейчас, и здесь у меня еще хлебешек помазан этим трюфельным маслом. И единорожка кушает, никак не может доесть, да? Могу, я уже доела. Всем доброе утро, у нас доброе, мы спали почти до 9 утра. И тут принцесса кушает новое. Да, тут принцесса новая кушает. А вечером ела единорожка, а теперь принцесса кушает. Да, кашу Ева кушает с водичкой там у нее. У меня вся на блин, ягодки, бананы. Жалко, что Ева не ест у нас ни ягоды, ни фрукты. Купышка. Но орешки я все не съем. И здесь мой десерт. Хлебец, маскарпоне и банан. В общем, я потихонечку начинаю, вроде как, уменьшать свои порции. Но посмотрю, если не будет хватать, то верну свой бутерброд с сыром. А Миша кулачок сосет. А Миша сосет кулачок, наяривает, да? И вот тут что-то шелушится, не знаю, что шелушится. Там, где у него морщинка хмурится, да? Сцарапал себе, вроде я ногти постригал, он себя и сцарапал, да? И не знаю, что он там наяривает свои кулаки. Покажусь вам. Сейчас сделала масочку. Уже какой я третий день подряд делаю маски. Ну, разные там очищающую, какую-нибудь там увлажняющую, питательную маску. У меня теперь много. Ну, в принципе, у меня всегда они лежат. Это у меня сейчас я сделала, под глаза я сделала. Так, под глаза у меня вот такая от МАЗАМ АЯМАСК. Это еще с прошлого календаря. Там уже совсем-совсем осадочки добиваю. И на лицо нанесла. Ну, это такая ДМовская дешевая, 40 центов. Но мне они нравятся на самом деле. Это с гиалуроном увлажняющие. Мне нравится после масок. Лицо такое напитанное. Надо ухаживать, пока Миша там спит. Хотя время у нас, да? Время, часть дня. Я с ним целый день сижу, ну, почти целый день, да? Я сижу с Мишей на руках. Он у меня, как, не знаю, или просто от погоды или что. Но он такой плаксивый. Не знаю, у него слюни эти текут. Глаз у него тоже гноится чуть-чуть. И, как бы, я просмотрю, температуры у него нет. Но он такой весьма амин. Но все равно инфекция какая-то есть, да? И когда ребеночек болеет, его на ручках надо держать. И вот я его на ручках. Я вот только сейчас, час дня пошла умываться. Зубочисть положила в этом спать второй раз. И Ева будет. У Евы каникулы, и она его без конца будет. И Карина дома, и Ева дома. В общем, они-то все ходят и гремят, и будет мне ребенка. И вот так вот получается. И я вот только сейчас пошла зубы чистить, умываться и сделала себе маску. Надо еще что-то на голове там сделать. Вчера спать сырой головой легла, и там у меня опять кудри. Ну, пока он у меня в хорошем настроении, я его положила. Ева все время хочет туда к нему залезть. Там места вообще очень мало. Надо играть так. Я хочу тоже. Ева, тусики свои спрячь. Сейчас мама чихнет. У меня такое слюнявое, что это прям до невозможности. Но настроение у него не очень хорошее, потому что у него все-таки глазик, немножко простыл. Но вот так вот смотрит. Тут такие штуки всякие. Зеркало. Зеркало ему не понравилось сегодня. Тут такая гремит. Вот это мне нравится. Шевестит. Эту книжку мы сами приделали. Она у нас была. Ой, ну отдельно я ее покупала. Тут этот мишка. Моргает он. Тут и песенки поет. Это грызунок. Ну, потом это все снимается, да? Ей, что ты так голову задрал? Он видишь, он как задерет голову, непонятно. Ей. Скажи, как положили, так и задрал, да? И Ева тут хочет играть, да? Да. И смотрите. Свои шапки. Спать она в ней хотела вчера и в саде. Хочет мне идти. Волосы завязывает. Вот кулема. А потом волосы не расчесать. Маме, прийти. Ева, не кричи, пожалуйста. Ну, давай, звенися. Давай, звени. Положила я ему эту погремушку дала в ручки. Он, конечно, не понимает. Просто зажал. Но надо приучать его, чтобы он хватал. Вот так Миша играет. Вот так сам играет, да? Погремушечка. Ну, держит, не отпускает. Молодец. Покажу свой поздний ужин. Миша у меня это на руках. В общем, здесь бутерброд с красной коркой. Последний. И сочетаемый с несочетаемым, да? Бутерброд с икрой. И здесь у меня полмаленькая такая-то баночка йогурта греческого половинка. Семена чия и черничка. Ну, как бы я не переживаю. У меня все в порядке. И водичка. Вот. Мы тут. У нас тут атмосфера. Ёлочка наша уже вся эта наклонилась. Но ничего страшного. Все горит у нас. Привет. Да. Привет, Ева. Вот тут у нас вот она играет. Да, молодец. Вырезает, играет. А я теперь рисоваю тут. Мне нужны вот такие цвета. И с Мишей только что лежал, пока я там быстро что-то делала, убиралась. Да. И смотрите. Это очень странно. Смотри. Это желтый, это оранжевый. Странно. Очень странно. У нас уже вечер. Я уже пришла умываться. И хотела рассказать немножко. Ну, что рассказывать-то в принципе нечего. Мне спрашивали, что я делаю с этими волосами. Что у меня так отросли. И они так блестят. Я, кстати, сама заметила, что они у меня очень так отросли. Нормально, да. Хотя я недавно постригалась перед родами. И тоже блестят. Я тоже это заметила. У меня ухода как бы особо никакого нет. Бровь утворилась. У меня уход. Ну, какой у меня уход? Я помыла голову. Как нанесла бальзам или масочку. И все. И как бы я не сушу феном. Как бы я... Они у меня высыхают этим. Ну, своим. Так. Обычным путем, да. Без фена. А просто потом я могу феном вытянуть. Или утюжком. Но утюжком редко. В основном феном вытягиваю. И мою голову я там максимум два раза в неделю. Иногда раз в неделю. Как получается. Вот. И всегда наношу на кончики. У меня бардак. Не обращайте внимания. Вот такой у меня серум я наносила на кончики. И... Что-то у меня есть-то еще. Вот такое маслице. И все же как мало его осталось. Оно мне очень нравится. Пантин правил. Это масло вообще офигенское. Органовое. На кончике. На сухие или на влажные. Без разницы. Еще у меня есть вот такое масло. Видите, оно какое пыльное. Потому что я им даже не пользуюсь. Надо его, наверное, достать. Вот сколько я использовала. Надо достать его и на руки его просто истратить. И все. Потому что оно слишком жирное. Мне не нравится. А вот это вот серум, который в адвент календаре, мне очень понравился. Ну, у него эффект примерно, наверное, такой же, как вот у этих продуктов. Вот у этих. Вот это вот и санвиски тоже классно. Стоило 2 евро. Ну, почти уже закончился. Там уже я в... Ну, немного надо. У меня волос-то немножко. И как бы я совсем немного. Но я все время обязательно или серум, или масло. Или масло и серум. В принципе, могу на сырые волосы нанести что-то одно. А потом, после того, как феном посушу или... Ну, когда высушу, выпрямлю. Тогда уже кладу там, я не знаю, другой продукт. И вот эта вот маска. Вот эта вот маска вообще обалденная. Я вот вчера голову помыла. Я ее использовала. Мне очень-очень понравилась. Волосы вообще такие сразу напитанные. Классные-классные. А шампунь у меня вот. Я все время вот этим пользуюсь. Шампунь мне очень нравится. Вот этот мне не понравился. Я его брала в роддом. Вообще отвратительный. Вообще не моет. Вот этот мне понравился. Этот бальзам мне не понравился. Вот. И я поэтому бальзамом не пользуюсь. Маску купила вот эту вот бантин брови. Или просто раньше я вот этим шампунем вот остатки надо купить. И потом просто серым на волосы. Могу даже бальзамом не пользоваться. Ну, не бальзамом, как. Это что это? Ну, кондиционером. Да, кондиционером не пользоваться. Это Карина у меня. Просто мылом. Ой, шампунью. И потом этим, когда уже помыла, то серым и маслицем. Ну и, собственно, и все. И я не знаю, может быть, потому что я пью витамины для этих, ну, для кормящих. Из-за витамина они у меня такие. Хотя я их пью всю беременность. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет с волосами. Когда будет 3 месяца, да, пройдет после родов. Обычно после 3, когда, ну, 3 месяца проходит после родов, то начинается волосопад, и волосы там превращаются в мочалку. Пока у меня волосы не падают. Фу. Как при беременности, то же самое. Пока все держится. А потом я уже помню, как я снимала кулаки, и если у меня такое опять начнется, то, скорее всего, я постригу. Но я так хочу отрастить длинные волосы, походить с косой, с хвостом, с таким. Посмотрим. Вот. Так что ничего с волосами не делаю. Наверное, это послеродовой эффект такой у меня. Или то, что я редко мою волос, голову. Не знаю даже. Даже сама не знаю. Обычно зимой волосы тускнеют, да, что-то с ними не то. А тут вот такое у меня приключилось счастье для меня. Счастье для волос. Ну и все. На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что посмотрели до конца. А мы увидимся уже в следующем влоге. Покажу, как у меня развлекают Мишу, пока я видео записывала. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok